Ярославль на Пьедестале топа 10 городов Золотого Кольца России, популярных для путешествий. Рейтинг по количеству брони гостиниц и апартаментов составлен популярным интернет-порталом. А вот сами ярославцы, оказывается, предпочитают проводить отпуска на море и выстраиваются в очереди за турпутевками. Как не попасться на обман в разгар сезона, расскажет мой коллега Юрий Соболев. Итак, вы увидели недорогое предложение. Знаете, либо вам повезло, либо перед вами мошенники. Тут важно убедиться в своем везении. Прежде чем отдать деньги, поищите в интернете отзывы о турфирме, которая продает путевку. Исключительно положительные оценки должны вызывать у вас подозрения. Возможно, это самореклама. Обращайте внимание не на эмоции, которые описывает человек, а на факты, четкое описание плюсов и минусов. Помните, вы всегда можете позвонить в турфирму и получить подробный комментарий по выбранному вами предложению. Например, о перелете, гостинице, питании, удобствах и развлекательных программах. Если на том конце провода вам отвечают невнятно, повод задуматься. Фирма, которая только продает вам путевку, называется турагентом. А туроператором именуется тот, кто создает тур и оказывает услуги туристам. Но имеет ли он лицензию на работу? Проверить можете в едином реестре туроператоров. Его легко найти в сети интернет. К слову, еще один полезный сайт. Турпомощь. Там вы найдете список добросовестных турагентов, множество полезной информации и рекомендаций, как быть, если что-то пошло не так. Еще раз отмечу, крайне низкая цена тура должна вас скорее пугать, а не радовать. Внимательно читайте договор при покупке и помните, туры в социальных сетях чаще разыгрывают мошенники. Вот лишь базовая информация.